Начинаем сегодняшнее выступление, сегодняшнюю программу с выступления одного из самых системных дизайнеров рынка, мне так кажется. В принципе, он это уже доказал. Это наш друг, это наш давний партнер. Это дизайнер, с которым, мне кажется, мы уже объездили практически всю Россию и ближние зарубежья. В ближайшее время Станислав также будет давать несколько интересных лекций уже в других странах. Правильно же, да? У нас является другой страной, та самая страна. И это человек, который, как мне кажется, все время развивается, все время пытается систематизировать то, что не систематизируется. Сначала это была система студий, сейчас это работа с поставщиками, с подрядчиками, работа с сотрудниками и так далее. Просто кладясь полезной и интересной информацией. И сегодня как раз немного о вообще стандартном профессии и о системе работы дизайнера. Итак, я с большим удовольствием представляю нашего друга, партнера, дизайнера интерьеров, руководителя студии дизайна, основателя собственной школы дизайна, сооснователя дизайн-конференции, крупного события, которое пройдет у нас уже в эти выходные, автора таких крупных проектов, как Сбербанк, Аэрофлот, Москва-Сити, Новый терминал, связной, автор огромного количества частных интерьеров, ну и просто хорошего человека, который готов делиться полезной информацией с вами, Станислав Орехов. Давайте его поприветствуем. Доброе утро, друзья. Всем привет. Спасибо, Светлана. Спасибо, компания «Радиалог» традиционно за приглашение. Очень приятно участвовать в мероприятиях, и действительно, одной из главной задачи, своей задачи, я вижу, делиться знаниями для тех, кто только начинает дизайн, либо для тех, у кого уже есть дизайнерский бизнес, либо дизайнерская практика, чтобы вы делали это более качественно, более профессионально. Потому что, когда я начинал, к сожалению, не было достаточного количества курсов, мастер-классов, и вообще мало кто делился информацией. До сих пор мало кто умеет работать действительно системно, но могу сказать, что не всем это может быть и нужно даже, но тем, кому нужно, кто хочет работать не просто ради того, чтобы что-то делать, а чтобы делать это качественно, увлекательно и в команде, получать интересные проекты, работать с крупными клиентами, потому что крупные клиенты не будут работать с фрилансерами, то есть они хотят, чтобы была уверенность, чтобы был какой-то основательный подход. Вот если вот это все интересно, я сегодня буду рассказывать, подготовил такую тему, да, срез. Каждый год вот перед конференцией у нас на этих выходных будет большое мероприятие, мы готовим некие итоги, да, и подводим их. Сегодня я для затравочки 10 тем по созданию студии и 10 по привлечению клиентов. Скажем так, выводы на предыдущий год, которые были, сегодня мы их обсудим. Я здесь не просто там рассказывать буду сегодня, какие там у нас проекты, это все прикольно, интересно, это можно писать на сайте, но сегодня я хочу принести вам именно пользу, поэтому и спрашиваю, кто, откуда, у кого, какие задачи. Если у вас будут какие-то вопросы в течение мастер-класса либо после, то тоже не стесняйтесь их задавать. Я могу очень сильно и очень хорошо помочь трем категориям, получается это начинающие, кто хочет начать работать в дизайне. Для этого есть программа, по которой мы учим от начала до конца и в итоге вы становитесь дизайнером интерьера, потом с практикой. Для продвинутых это создание студии и для поставщиков, если тоже есть такие. Сейчас я пишу детальное руководство на 100 страниц, как, собственно, работать с дизайнерами, как наладить взаимоотношения и взаимодействие. Поэтому, если эта тема интересна, в конце расскажу, где и как это можно посмотреть. Итак, немножечко о себе, немножечко о проектах, чтобы те, кто меня не знает, поднимите руку. Есть такие? Отлично. Расскажу немножечко тогда, что делаем, и потом переступим к теме. Моя главная задача, у меня мозг устроен таким образом, что кроме творчества я могу и систематизировать информацию. Я вижу в этом одно из своих призваний, и у меня получается это делать. Для этого мы работаем с клиентами, чтобы накопить эту информацию, и дальше рассказываем их на мастер-классах, в YouTube-канале, на конференции. Также наша компания в совокупности с другими компаниями мы создаем сейчас стандарт профессии. Я надеюсь, в этом году он уже будет принят, потому что сейчас проходит предпоследний этап дебатов. Если вам тема стандарта профессии, что должен делать дизайнер, что не должен, на какие функции он делится, интересно, то в конце мастер-класса есть большой майндмэп, я вам его тоже расскажу, как получить. Некоторые наши проекты, вот кто пришел пораньше, сейчас видели видео, которое крутилось. Один из таких самых неоднозначных, проект квартиры, но выполнен он не столько для жизни, сколько для тусовок, как клубная такая история в центре. Реализация примерно очень похожа на визуализацию. Мы стараемся делать технически сложные проекты. Это уже фотографии выполнены с разным светодизайном, тоже очень любим эту тему. Используем в основном натуральные материалы, оникс, дерево, покраску, штукатурку. Минимизируем различные цвета и обои, любим очень работать с цветом. Делаем не только сложные проекты, но и достаточно простые. Но современный дом в деревянном стиле, в принципе, здесь вообще ничего необычного. Стараемся применить вот такие сложные какие-то элементы, активные, акцентные, для того, чтобы привнести какую-то основательность. Всегда стараемся это учесть. Минимизируем декораторство. То есть у нас больше архитектурный подход, я сегодня буду об этом тоже говорить чуть позже. Еще один проект, современный, тоже навороченный, очень много деталей здесь, очень много технических начинок. Проект реконструкции. В основном мы работаем с новостройками и домами. Со стадии, когда залит бетон, и наша задача уже сделать что-то новое. Но бывают проекты, вот это в центре Москвы, получается, делали реконструкцию. Это очень сложные, чаще всего бывают проекты, потому что там нужно в основном не столько даже дизайн придумать, потому что в классике, в принципе, все понятно. То есть для дизайнера профессионального придумать не составляет какой-то сложности. Сложность заставляет именно учесть все технические нюансы и особенности. Например, в этом доме нужно было делать технические условия для того, чтобы понять вообще можно ли или нельзя делать камин, перекрытие, выдержит или не выдержит. То есть очень серьезная работа. И если ее не сделать, и это тоже работа и задача дизайнера, то очень велика вероятность того, что в дальнейшем то, что мы придумали, нельзя будет воплотить. Клиент придет к дизайнеру и скажет, верните деньги, потому что вы не дизайнер, а шарлатан. Потому что дизайнеру очень важно знать, что должен спросить, какие технические условия, зону своей ответственности. И за то, что он берется, отвечать уже 100%. Это важно. Один из последних проектов сейчас реализуется. Сантеннодежда 500 метров. Здесь смесь классики, ну и таких вот немножко восточных мотивов, немножко ардеко. Также современный проект в эко-стиле. Тоже клиент любит много дерева, чтобы было, и любит натуральный камень. И вот один из последних сейчас проектов, это в Москва-Сити терминал. Здесь нельзя сказать, что там супер какой-то навороченный дизайн, но просто это знаковый проект, потому что делали мы его почти год. Сейчас он доделывается, воплощается, и вот эти вот темненькие все поверхности, да, это место для аренды. А аренда это всегда дать деньги, это всегда хорошо. И дизайнер должен в том числе экономить деньги клиента. Стараться сделать максимально эффектные решения в том бюджете, который есть, и в те сроки, которые есть. Работа с корпоративными заказчиками требует особого подхода. С корпоративными заказчиками, когда они заказывают общественные зоны, рестораны, офисы и так далее. Мы в основном ориентируемся на частников. У нас разработана система, именно специализирована наша студия на работу с частными проектами. Поэтому общественные мы, если берем, то берем очень редко и только когда ее очень сильно просят. Но по частникам у нас от начала до конца все просчитано и есть полная модель работы. Поэтому могу и по общественным, и по частным рассказать, но специализируемся на частных. Это важно, кстати, тоже дизайнер специализируется на чем-то одном, потому что если две компании, то это, скорее всего, будет несистемная какая-то работа внутри. Этот мастер-класс, вот этот, я рассказывал ранее, да, сейчас я не буду его повторять. Вы можете его посмотреть на нашем YouTube-канале Станислав Орехов, ну, либо сфотографируйте. Там есть подробное описание вот этого. А сегодня мы посмотрим новые мысли о студии дизайна. Он состоит из двух частей. 10 мыслей о студии и 10 мыслей о привлечении клиентов. Сейчас я буду рассказывать, что на данный момент считаю, что у меня в голове творится, что я считаю самым важным по итогу. А вы, соответственно, можете как-то, может быть, к себе применить и, может быть, кому-то это будет полезно. Итак, первое. Очень важно понимать, как только мы организуем студию, как только мы начинаем работать в команде, очень важно сразу же в голове делить все, что мы будем делать, на некую систему, на три составляющие. В данном случае у нас три отдела есть. Это отдел производства, где создаются наши проекты. Отдел привлечения клиента, либо маркетинга, где мы привлекаем клиентов. И административный отдел, который отвечает за написание документов, за состав и создание документов, за офис, если он у нас есть, за любую административную деятельность, за любую административную работу. И есть собственник, то есть вы, в данном случае, вы будете отвечать за найм людей, за трансляцию философии своей и за некую систему, да, почему именно к вам будут приходить сотрудники и почему именно к вам будут приходить клиенты. Некая философия. Все это, как правило, бывает заключено в одном человеке. В одном человеке дизайнер, когда он начинает свою работу. Но я, допустим, до этого дошел после нескольких лет работы, а чем раньше мы это поймем, чем раньше мы поймем, что есть вот эти 4 отдела, и по ним надо одновременно развиваться, тем быстрее будет развитие. То есть первое – это деление на 3 отдела и собственника. Отдел производства на данный момент уже вам очень повезло. Есть стандарт профессии, в которой включает себя 10 функций, составляющие действия дизайнера. Если вы хотите создать команду, которая будет выполнять ваши проекты, то, как правило, отдел производства делает в данном случае один дизайнер. Он делает от начала до конца, общается с клиентом, подписывает договор и делает чертежи, и делает визуализацию, ну, все полностью от начала до конца. Соответственно, как только вы хотите взять себе помощника, начать делегировать, вам нужно какую-то функцию оторвать и убрать от себя, и доверить вашему помощнику. Как правило, это может быть технические функции, либо это черчение, либо это визуализация, либо это личный помощник, который будет мебель помогать вам подбирать. Здесь как действовать? Чтобы понять, на какую часть работы взять помощника, вы должны проанализировать себя. Что вам лично нравится делать, то себе оставляйте. К примеру, у меня это общение с клиентом, создание концепции, рисование в 3D. Я это очень хорошо умел. Что я умел плохо делать? Это контролировать, отвечать на почту, соединять всю информацию, которую прислал клиент воедино, и подтверждать по почте. Это работа менеджера, я это делаю плохо. Мне это не нравится, и не то, что плохо, мне это не нравится. Я это умею делать, но я не хочу этим заниматься. И черчение. Я не люблю чертить в автокате. Точно так же, да, я это не делаю хорошо. Есть люди, которые это делают в 100 тысяч раз лучше, чем я. Соответственно, я отрезал в первую очередь, когда начинал трансформироваться из дизайнера, который делает все, в студию. Я начал отрезать вот эти две составляющие. И это очень хорошо, потому что в дальнейшем мы должны отрезать для себя все остальные составляющие. 10 функций производства стандарта профессии. Сейчас я их перечислять не буду, я об этом уже говорил. Также у нас на YouTube-канале можно это посмотреть в другом видео. Либо кому будет интересно, в конце дам методичку по этому поводу, вы сможете скачать ее. Я на вождь ее пришлю. Третье. Как только мы разделили и начали брать людей, что мы делаем? Нам нужно управлять творческим коллективом. И управление требует серьезной перестройки вообще мысли дизайнера. Мы, если приходим в дизайн и в создание студии с набором багажа знаний, композиции, как делать планировку, как делать красиво, как общаться с клиентом и всего остального, то здесь другие области нужно развивать. Нас не учат ни в институте, ни в колледже дизайна, как общаться с клиентом. Мало кто вообще это знает. Здесь нужно либо опыт, либо понимать, как работает психология, быть немножечко психологом. Это с клиентом. С творческим коллективом то же самое. Люди, когда приходят к нам, они приходят не просто так. Они приходят за какой-то целью. И в дизайн приходят не за деньгами. Запомните это, пожалуйста, это очень важно. В дизайн люди идут за реализацией, за тем, чтобы работать с интересными проектами, с интересными клиентами. Поэтому дизайнер невозможно мотивировать деньгами. Ему будет, если он не будет получать удовольствие от работы, и от выполненных задач он не будет с вами работать. Поэтому, что для этого нужно? Это тоже большой вызов, большая ответственность. У меня была проблема, могу честно сказать. Мне было очень сложно отпустить визуализацию. Те картинки, которые я показывал, некоторые из них это визуализация, некоторые фотографии. Но, собственно, самое главное, что визуализация неотличима от фотографии. И я это очень хорошо делал. И мне казалось, что я это делаю настолько хорошо и настолько быстро, что смысл отдавать кому-то мне сложнее будет объяснить, что правильно, что неправильно. Это была большая ошибка, потому что я брал людей и говорил им, что делать. Это плохо, потому что это самых лучших людей уводят, заставляют уйти от нас и заниматься своим делом. Как только я дал возможность работать самостоятельно, совершать ошибки, может быть, и нести за эти ошибки ответственность, сразу же люди почувствовали, что у них есть интересные проекты, они могут сами реализоваться, и они сами стали предлагать идеи. То есть наша задача как руководителя создать такую среду, такую атмосферу, в которой люди сами будут творить. Естественно, эти люди должны быть талантливые, конечно, и наша задача выбрать талантовых людей и дать им систему, в которой они не будут ошибаться с организационной точки зрения, но которая будет абсолютно лояльна к их творческим фантазиям. Это безумно сложно, но это безумно интересно. Это и есть то, что называется создание студии, то есть рост через нас. Особенно это интересно, когда наши мысли, наши идеи, нашу философию мы можем донести до людей, не делая самостоятельно, а через других людей. То есть это вторая производная, как дети, можно так сказать. Это вот очень-очень классно и очень полезно со всех точек зрения. И для людей, которые работают с нами, и для нас, потому что мы транслируемся, уже множим свою мысль. Поэтому управлять творческим коллективом критически важно. Вот основу я сейчас сказал. Естественно, там много деталей, конечно. У каждого свои звезды, как я их называю, у каждого человека. Это уже надо персонально смотреть, в какой человек, в какой функции подходит, и ставить его на эту функцию. Я, например, для этого просто на собеседование пытаюсь выяснить, какую из 10 функций стандарта профессии у него является в приоритете. Стараюсь это ему и дать. Иногда это не то, с чем он пришел. Приходит работать дизайнером, а в итоге он, например, рожденный менеджер. Или наоборот приходит менеджером, а у него творческий потенциал есть. Отношение с клиентом. Четвертая часть и управление. Управление, ну здесь скорее менеджмент и услуга, которую мы будем составлять для клиента, она должна быть клиентоориентирована. То есть здесь не получится, к сожалению, дизайн делать как конвейер. Всегда требуется, особенно в частных проектах, в частных интерьерах, требуется личное участие. Я тоже совершил такую ошибку. Вначале я думал, что я сейчас назначу менеджеров, и они будут отлично работать с клиентом. Ничего подобного. Не работает. Дизайнер должен защищать свой проект сам. Это правило уже золотое, которое точно должно быть. Для того, чтобы дизайнер не только рисовал картинки, для того, чтобы он умел защитить проект, ему нужны менеджерские навыки. И нам важно обучить дизайнера, как правильно согласовывать, как правильно отвечать на возражения, как правильно себя чувствовать на собеседовании. Потому что очень часто талантливые дизайнеры, они интровергны, и им очень тяжело вообще как-то общаться с людьми. Они не могут выразить свой мисс. Нам нужно обучать дизайнеров это делать. Менеджер в данном случае является только помощником, потому что он следит за договором. Куда дизайнеру не надо лезть, это именно договор отправить, прислать, выписать счет, оплатить. Менеджер – это помощник дизайна. Но ведущий дизайнер, естественно, должен сам отвечать за проект и сам согласовывать все это дело с клиентом, сам быть менеджером. Поэтому управление – это критически важно, и отношение с клиентом, особенно с частниками. Пятая позиция – это обратная абсолютно ситуация с корпоративными клиентами. Как правило, со стороны корпоративных клиентов там им личное общение сильно не нужно. Им важно, чтобы все было правильно, и чтобы все было по полочкам. Со стороны заказчика, как правило, есть менеджер, либо целая бригада менеджеров, которые отвечают за те или иные функции. Ну вот Москва Сити, когда делали, там был целый отдел, и был один главный менеджер, с которым мы стыковались. И здесь нужно очень важно уметь стандартные базовые вещи, деловой переписки, умение формулирования задачи. У вас не будет возможности прийти на совещание и что-то там рассказать, на эмоциях рассказать. Это просто даже слушать никто не будет. У них в совещании 10 тысяч задач. Ваша задача письменно сделать вырезку, выжимку, по фактам разложить те вопросы, которые есть, и те вещи, которые мы сделали, там планировку, эскизы, подбор материалов отдать для согласования. И сделать это нужно очень емко. Для этого, конечно, больше подходит менеджер, нежели дизайнер. В данном случае в работе с корпоративными клиентами предлагаю, и мы так тоже делаем, у нас менеджерская система, когда соединяются два менеджера с нашей стороны и со стороны клиента, а дизайнер, по сути, он может даже и не ездить на встречи, потому что и так все понятно. В общественных интерьерах, ну, я не беру какие-нибудь специализированные бутик-отели, например, и рестораны, хотя и там, я уверен, то же самое. Дизайн всего лишь 10-20% не успеха, а состава проекта, там гораздо больше других подводных вещей, которые есть. И это работает именно таким образом. Следующее – это мебель. Очень частый вопрос возникает, я когда мастер-классы даю, люди спрашивают, а вот как вы так работаете, как вы рисуете визуализацию, а потом мебель подбираете. Не получится же подобрать потом один в один? Да, не получится, конечно. Это один способ и метод работы. Есть второй метод работы, когда мы сначала выбираем мебель, материалы, оборудование, а потом по ней работаем с визуализацией. Это два метода, нельзя сказать, хороший или плохой, каждый из них. Это два метода совершенно равнодоправных и равнозначных. Надо понимать, на чем мы специализируемся. И от того, как нам будет комфортнее самому, где мы деньги зарабатываем, такой метод будет и работать. Вот подходы сейчас. Сейчас я до них дойду. Перед ними хочу рассказать о типах клиентов. К шестой части я сейчас вернусь еще. Типа клиентов тоже нужно понимать, какие есть. Есть клиенты совершенно разные. Я даже не говорю сейчас об эконом, бизнес и премиум сегменте. Это по деньгам, это все просто. У них есть там свои запросы, это уже стандартная история. Но также есть еще одно подразделение клиентов и в эконом, и в бизнес и премиум, когда клиенты либо хотят, чтобы им сделали все с реализацией и сопровождением, либо они хотят подобрать мебель, купить, а потом сделать интерьер, либо они хотят архитектурный подход, а мебель для них вообще вторичная, либо они вообще сами хотят заниматься стройкой, сами со своими строителями. И ждут от дизайнера эскизный проект, планировки и 3D. И от этого в том числе мы должны планировать наши услуги дизайна. Мы услуги дизайна и вообще наш продукт. Что такое дизайн? Нельзя сказать однозначно, что дизайн – это когда ты берешь проект и реализовываешь его до конца, фоткаешь и печатаешь в журнале. Это в максимальном случае. И ты еще как дизайнер занимаешься и генподрядом, и комплектацией, и вообще ведешь проект, а клиент тебе ключи отдал, а потом пришел, говорит, ой, как миленько, все классно, мне нравится. Да, это работает, когда у человека 25-я квартира, ему это не сильно важно. Если у человека это первый опыт, либо если у него есть какие-то свои заморочки, если у него жена дизайнер, не дай бог, или еще что-то, то может быть совершенно разные истории. И таких историй очень-очень много. И нельзя сказать, что это не дизайн. Просто ему нужна какую-то часть дизайна. К примеру, у нас очень часто заказывают, сделайте, пожалуйста, нам планировку. Вот мы планировку сами не сделаем. Пожалуйста, соберите с нас информацию, сделайте обмер, сделайте планировку, нарисуйте нам 3D-визуализацию. У меня есть строители, они сделают все по 3D-визуализации. Мебель мы сами подберем по вашим картинкам, не надо нам вот это всего. И, пожалуйста, отдайте. Это тоже является определенной услугой. Да, она стоит в 2 или в 3 раза дешевле, или в 5 раз дешевле, чем полное сопровождение. Но вы должны понять, какие услуги вам самим интересно давать клиентам. И какие услуги требуют клиенты. И это и давать. У меня, могу сказать про нашу студию, если мы сегодня про нашу студию рассказываем. У нас есть и реализация сопровождения, у нас нет, к сожалению, подбора и продажи мебели. Хотя вот это самое денежное, если говорить про деньги, а не удовольствие от работы. Выгоднее всего мебель на начальном этапе сводить в магазин, затарить все, заказать, типа сказать, через 5 месяцев придет. И дальше, пока мы будем что-нибудь там пилить и рисовать в планировке, и разводить розеточки уже под эту мебель. То есть это самая крутая штука. Если получается так делать, если вы не сильно заморочены на творческом составляющей, архитектурный подход, если вы знаете коллекции, если вы знаете, какие модные тенденции на данный момент, если клиенты именно это хотят, то это самый лучший способ с финансовой точки вопроса. Дружите с каким-нибудь салоном, который это все привозит, и вот прям кайф будет. Заработок будет очень-очень хороший, а работать придется мало, потому что чаще всего основную подборку будут делать менеджер салонов. Мы этим не занимаемся, сразу скажу. Ну, не знаю тут, к сожалению или к счастью, мы про больше творчества стараемся. Поэтому наш метод – это все-таки архитектурный подход. Для нас мебель вторична. Когда мы рисуем мебель, мы можем использовать мебель и материалы, которые хотим, но, как правило, мы относим это на следующую, на послепроектную часть. То есть для нас важна идея, важна концепция. Мы очень заморачиваемся с планировкой, заморачиваемся с 3D-визуализацией, с идеей, с подачей. Все остальное мы подбираем после. И самое главное, что не то, что это правильно или неправильно, самое главное, что нашим клиентам это подходит. И мы… нам тоже это подходит, да, мы не хотим заниматься вот этой штукой. Иногда мы делаем эскизный проект, когда заказывают удаленный дизайн. Вы сейчас сразу плюсики тоже понимаете. Эскизный проект и удаленный дизайн, и архитектурный подход, он, допустим, не требует выезда, может быть, на авторский надзор и на сопровождение частого. Можно вести сопровождение либо по скайпу, либо по фотографиям. Это позволяет вести проекты, в том числе и за рубежом. У нас есть проекты во Франции, на Кипре мы сейчас делаем дом, в Казахстане сейчас делаем виллу. Есть свои плюсы в этом. Поэтому очень важно выбрать, какие клиенты, какие типы услуг вы предоставляете, одну или несколько, и стартовать. Возникает вопрос, да, можно делать это все. Да, можно, но вы все будете делать одинаково плохо, скорее всего. Если есть студия, то в студии есть порядок работы. Ну, либо люди, которые умеют работать и так, и так, и так. И когда вы позиционируете, когда вы выводите именно рекламу своей компании. Сейчас мы немножко уже про привлечение клиентов говорим. Но очень важно, чтобы клиенты понимали четко в один момент, чем вы отличаетесь от других студий. И, к примеру, клиент, которому не нужно побор мебели, который хочет только эскизные проекты, планировку и 3D, и еще живет он удаленно где-нибудь в Европе, и не хочет работать с местными архитекторами. Он хочет заказать в России, потому что он, допустим, переехал, или она там, жена, допустим, переехала, вышла замуж за иностранца, и вот ей поручили делать, ну, или она сама взяла на себя ответственность, делать дом, пока муж на работе. И хочет она делать дом с русскоговорящим человеком, который понимает, как живут, собственно, русские люди вообще в целом, а не как там принято. И ей это удобно, комфортно. Поэтому ей гораздо выгоднее будет найти в объявлении, либо в рекламе, либо на выступлении. Я же сейчас об этом сказал, да, это видео, если посмотрят, то, скорее всего, тоже могут по этой части обратиться, потому что я сказал, что я на этом специализируюсь, а я не буду подбирать ей мебель и говорить, что надо сначала выбрать мебель. Вот такие идеи, они очень важны, и они идут от того, как мы сами себя позиционируем и как потом будем продвигаться. Девятое. Доход с комплектацией. На проектах, если у вас студия, если вы в одиночку работаете, если у вас именно студия, вы не заработаете денег. Просто эта аксиома не получится выше, чем заработная плата заработать. Ну, под заработную плату я понимаю нормальную заработную плату, стандартного специалиста на данной должности у вас в городе, где бы вы ни жили. То есть, если вы привлекаете клиентов сами и потом сами же работаете, у вас времени все равно не хватит на все. Будете получать нормальную зарплату. Заработок, на самом деле, идет с комплектацией. Поэтому очень важно, если у вас студия, стараться наладить такие отношения с клиентом, чтобы дальше вести комплектацию. Если вам это интересно, если вас деньги интересуют. И если делать комплектацию, то еще одна очень большая, очень важная ошибка, что многие стыкуют ее с авторским надзором, к сожалению, и непонятно, где граница ответственности. И в итоге может получиться так, что, введя авторский надзор, получая где-то откаты в конвертах от поставщиков, когда-нибудь это вскроется, либо когда-нибудь дизайнер, наоборот, попадет на большие деньги, потому что либо по неосторожности взял деньги у клиента под расписку, отдал поставщику, поставщик пропал, а расписка-то есть, и никуда она не уйдет. И так дизайнеры продают машины, квартиры, попадают в очень-очень неприятные ситуации. Вот чтобы всего этого не было, нужно, если что-то делать, то я считаю, что нужно делать это правильно. А чтобы делать правильно, нужно разобраться в теме и понимать, как делать каждый этап. Если взять комплектацию, то она состоит из вполне понятных, четких шагов, которые нужно делать дизайнеру. Это проверить, все ли подходит по проекту, который у нас уже есть. Это понять, сколько нужно закупать, чтобы был запас необходимый. Оформить доставку, выбрать поставщика, принять на месте, переложить ответственность на строителей, то есть сдать, проверить комплектацию. То есть есть ряд действий, в каждом из которых можно очень сильно накосячить. И в каждом этом действии есть свой чек-лист, который надо совершить. Мы об этом очень подробно рассказываем на нашем курсе по комплектации, как именно это делать. У нас есть замечательный опыт, когда мы ведем проекты именно с комплектацией. За это, кстати, мы берем 10% от стоимости этой работы. И это очень выгодно клиенту, потому что он этим не занимается, не бегает по магазинам, а работает с нами. И при этом имеет хорошие цены, а мы тоже зарабатываем. То есть все выигрыши получаются, и еще мы за это отвечаем. Но тут минус. Если мы этот чек-лист сделаем неправильно, либо если наши сотрудники это сделают неправильно, то нам придется за это платить. И были случаи, как правило, на каждом объекте на две позиции возникают проблемы. Когда надо купить тебе, либо перезаказать что-то. Но это как бы стандартные риски, которые несет руководитель. Мы это делаем. И этому не стоит пугаться, это нормально. Но, тем не менее, заработок идет вот дальше здесь. В чем еще плюс? В том, что здесь на стадии комплектации работает два человека, а не вся команда. И длится она достаточно долго, и денег там тоже гораздо больше, чем с проекта. Поэтому развивайте комплектацию, и делайте ее правильно. И десятое – это привлечение клиентов. Частично я уже сегодня сказал об этом. Она зависит от нашей уникальности. Ту услугу, которую мы для себя выбрали, ту услугу, с которой мы согласны сами, с которой мы работаем, и тип клиента, который тоже хочет эту услугу, если он подходит, то будет счастье, и будут заказы. Если это не совпадает, если мы не понимаем, чем мы занимаемся, на чем мы специализируемся, если клиентов тоже всех берем, то очень сложно выявить основные точки, как привлекать этих клиентов. Поэтому некоторые дизайнеры бегают и говорят, где взять клиентов, у меня их нет. Вот почему. Потому что не определились с собой, не определились с клиентами. А некоторые дизайнеры ходят, и у них очень много клиентов, потому что из уст в уста, либо они рекламируются за счет того, что у них есть четкое позиционирование, и они могут немного денег истратить в директе, в фейсбуке, в инстаграме, показывая, на чем они специализируются. Это очень важно. Переходим ко второй части. Теперь привлечение клиентов немножечко. Какие-то мысли будут пересекаться, но все это на самом деле об одном. У меня есть курс, который называется «Создание студий и привлечение клиентов». Эти вещи очень связаны, потому что студия зависит от клиентов, потому что продажа – это первично. Если продаж не будет, не будет работы. И также очень важно производство, потому что если мы не можем сделать то, что обещали, тоже будет очень тяжело. Поэтому эти вещи неразрывно связаны. И как я сегодня вам показывал и рассказывал, вы теперь это понимаете, что уникальность завязана. Теперь как это сделать, как это завязать? Первая мысль о привлечении клиентов. Она очень честная, очень, может быть, странная, очень прямая. Никто не знает, как привлекать клиентов правильно. То есть никто не может наверняка сказать, что у вас получится. Есть некие концепции, есть некие идеи, есть некие принципы, которые подходят либо не подходят. Очень тонкая здесь грань. Это знаете, как каждый знает рыбак, как ловить рыбу. У него есть тысяча способов. Так же и здесь. Вы должны найти свой способ. У каждого из нас есть некая уникальность внутри, основанная на тех вещах, концептуально, которые я сейчас говорил. И у каждого из нас будут свои клиенты. И это должно совпасть. И как только это совпадает, получается успех. Мы можем только немножечко увеличить шанс на то, что нас заметят, и увеличить шанс на то, чтобы все это дело работало, так как нам хочется. Но гарантировать никто не может. Поэтому любые курсы, мастер-классы, тренинги, которые обещают, вот вы точно обязательно увеличите это все. Вы увеличите, потому что будете действовать, потому что будете работать в этом направлении. Но не потому, что они знают какую-то волшебную историю. Нет. Решают действия. Это абсолютно точно, абсолютно проверено. Что же нужно сделать? Нужно знать варианты вообще, какие бывают. Какие бывают клиенты? Это типы клиентов. У нас, допустим, есть 20 типов клиентов, которые делятся на вот эти 4 категории. То есть всего 80 комбинаций, условно говоря. И нам нужно быстро считывать, когда мы попадаем, общаемся с клиентом, что это за клиент, какие у него самые главные точки его желаний. И какие у него самые большие страхи. Мы должны это моментально понимать. Как только мы это понимаем, мы можем сделать ему предложение. Для новичков это, конечно, тяжело, потому что нужно знать психологию. Для опытных не тяжело, потому что у них есть опыт. Но для новичков есть, опять же, шпаргалочки, есть шаблоны, есть, в конце концов, вопросы интервью, по которым он просто может собрать эти ответы и потом соединить это все как в единый какой-то психологический портрет. Окей, поняли. Каких есть клиенты, какие есть услуги, что мы хотим больше, заработок денег, творчество и почему мы вообще идем в дизайн. Тут еще одна очень важная вещь. Если ты выбрал свою дорожку правильно, ну, свою дорожку, которую я сейчас рассказывал, то ты никогда не устанешь. У тебя никогда не будет творческих мук, вдохновения, опущенный круг. То есть каждый день ты будешь вставать и понимать, да, ты идешь в правильном направлении, ты идешь туда, куда ты хочешь, это твоя цель в жизни и у тебя есть мотивация внутренняя. Если ты идешь не туда, мотивации нет. Это вот лучший показатель. Если вы встаете, опять этот клиент, опять эта работа, значит, не тот клиент, значит, не тот заказ, значит, надо покопаться в себе и покрутить немножечко. Это очень-очень важная часть нашей работы, нашего самопонимания. Потому что жизнь у нас одна, прожить ее нужно в кайф. Независимый. В кайф это не значит, много денег заработать, просто чтобы было удобно. Если деньги и удобство вашей работы и удовольствие совпадают, то это втройне, в десятерне приятно. Поэтому знать варианты, потом нужно трезво оценивать себя, нужно понимать свои сильные и слабые стороны. И посмотреть на себя со стороны бывает очень сложно. Очень сложно. Это большая, на самом деле, работа и ответственность посмотреть на себя сбоку, какой ты есть на самом деле. Я знаю все свои минусы. Я знаю, в чем я молодец, а в чем я очень сильно недорабатываю. Я с этим смирился, я с этим работаю, я стараюсь развиваться в тех вещах, где я могу это сделать. Я знаю, где я недорабатываю очень сильно и трезво себя оцениваю. Это очень важно. Почему? Потому что если ты думаешь, что вот сейчас я вот сходил на какой-нибудь мотивационный тренинг, послушал, и сейчас я вот всех порву, сейчас рекламу настраиваете, все будет работать, нифига подобного. Это неадекватное чаще всего восприятие именно себя. Нужно сначала успокоиться, посмотреть свои сильные и слабые стороны. И в чем фокус? Слабые стороны мы должны заменить либо людьми, либо просто не выпячивать их вообще и заниматься другими проектами, другими клиентами, а сильные стороны, наоборот, усиливать. Не бывает идеальных людей, идеальных компаний, у кого-то сильные, у кого-то слабые стороны есть. Наша сила в том, что мы умеем одно отделить от другого. И это очень-очень важно для работы. Собственно, четвертая часть – это мы должны после оценки себя нам нужно понять, будем ли мы дорабатывать ресурсы, которые у нас есть, либо мы будем менять позиционирование. К примеру, мы хотим работать с люксовыми премиум интерьерами, но не дотягиваем. То есть у нас ни офиса нет, мы из дома работаем, ни умения нет, мы никогда не делали ничего, кроме однокомнатных квартир. То есть логично, что нам нужно подтянуть ресурсы. Что такое ресурсы? Это либо мы научимся, сходим на какие-то мастер-классы, на курсы, пойдем учиться куда-нибудь в школу дизайна, или съездим на стажировку в Милан, или еще куда-нибудь. Поймем, научимся, обучимся. У нас будет ресурс работать с премиум-сегментом. Лучше, чем был. Либо второй вариант, это менеджерский подход. Мы можем взять человека, который уже это имеет, и заниматься продвижением. То есть тут мы должны понять, есть ли у нас возможность это сделать. Либо, если мы не хотим ни первое, ни второе, то нам нужно просто тупо сменить позиционирование, а не пытаться лезть туда, где наших ресурсов не хватает. Это опять отрезвые оценки себя. Дальше оценка форматов. Форматы, с помощью которых мы будем транслировать себя. И здесь нужно тоже выбрать, что понравится именно вам. Любой маркетолог вам, любой пиар-менеджер и все остальные скажут, что нужно делать все. И я вам скажу, что нужно делать все в идеале. Но на все времени никогда не хватит. Нельзя взять отдельно человека на текст, на видео, на выступления, на социальные сети. Не получится, потому что денег не хватит и непонятно, что им будет писать. Поэтому идеально, опять же, на моем опыте, как я могу сказать, идеально выбрать то, что вам нравится, то, что у вас получается. И понять, либо вы будете это делать, к примеру, каждый день писать текстовые заметки, либо каждый день видео записывать, либо выступления делать, либо все вместе взято, и вы хотите научиться делать, тогда это все нужно развивать. Но начать с чего-то одного. Вот это вот основные форматы, на которые может делать Тюкор. И еще раз повторюсь, не нужно все, достаточно чего-то одного. Почему одного? И почему, чтобы это нравилось? Потому что тогда вы сможете делать это каждый день и каждый день становиться лучше в этом изгусте. Я в какой-то момент понял, что мне нужно развивать свою, кроме дизайнерской части, кроме организационной части по созданию студии, я понял, что мне нужно развивать и презентационную часть. Я никогда не выступал вообще, ни в классе, в школе, вообще нигде. Мне тяжело это было. Это действительно тяжело. В 2009 году первый раз я понял, что мне нужно делать выступление, потому что, ну, я хочу общаться с людьми, я хочу доносить свои мысли. Мне это не то, что хочу, мне это надо, это вот ресурсно. Мне это нужно. Если я хочу, то мне нужно развиваться. Я начал писать тексты немножко раньше, но текстами это очень сильный инструмент, потому что текстами можно очень-очень хорошо структурировать свой мозг. То есть тексты это в первую очередь образ мыслей. И когда я смотрю резюме или когда я смотрю, как кто пишет по почте либо где-нибудь в социальных сетях, сразу видно, что у человека в голове. Либо структурный человек нормально умеет изъясниться и говорить, либо он сам не знает, что хочет. И от такого лучше держаться подальше. Так же видят и наши клиенты. Так же и вы это видите, когда вам присылают письма поставщики, подрядчики, друзья, коллеги. Сразу все видно, все написано. Вот оно. Поэтому обязательно надо развивать текстовую часть. А продажи с помощью текста это еще один интересный навык, который вообще отдельно и его тоже надо развивать. Так же видео. Создание видео сейчас набирает особую популярность. Если вы умеете написать сценарий, опять же текст нужен. Сделать это интересно, хорошо это записать. У вас есть техника либо друг, кто это сможет сделать. и вы это все оформите так, что люди будут смотреть и получать пользу, что это видео будет не про вас, а про пользу других людей, то так или иначе они будут вас советовать и будут так или иначе интересоваться вами. А это то, что нужно. Интерес в дальнейшем монетизируется. Поэтому выберите себе один из форматов, с него начните. Либо продолжайте развивать то, что у вас наиболее актуально. По привлечению клиентов я также вас отсылаю к другому мастер-классу. По-моему, ровно год назад на этой же выставке «Темат» я рассказывал интересную тему, которая называется «Четыре концепции привлечения клиентов». Там видео минут на 30. Найдите это видео, оно очень классное, очень полезное. Там я досконально, детально с примерами, с чёт-листами рассказал последовательно, чем они отличаются. Всего есть четыре способа, четыре концепции привлечения клиентов, и вы должны выбрать свою. Либо это активные действия за счет рекламы, либо это экспертность, либо это за счет известности. Когда вы выступаете, берете пиар-агентство, например, как арк-диалог, вот они нас представляют в данном вопросе, приглашают на мероприятие, публикуют журналы, и за счет известности тоже у вас есть некий бренд, некая узнаваемость. Она тоже, никто не просыпается знаменитым, никто не просыпается вдруг умеющим все. Это все нарабатывается. И если вам это близко, то тоже можно нарабатывать. Вот, Светлане, очень рекомендую ее агентство. И польза, это последняя часть нашей такой жизненной пути, в плане развития, когда уже есть желание отдавать, и вы можете бескорыстно абсолютно обо всем рассказывать, честно отвечать, когда вы точно себя понимаете, вам нечего скрывать абсолютно, про вас ничего нельзя сказать негативно, если сказать, то, ну, окей, вас это никак не разозлит и никак не расстроит. А вы будете, тем не менее, нести пользу людям, нести пользу миру. И люди это будут чувствовать, и за счет этого, опять же, привлекать других заказчиков. Вот недавно, буквально, случай был, человек мне написал два дня назад, говорит, я строитель, я делаю дом в тысячи метров, мне нужен дизайнер, ну, какой-то нормальный, да, вот я вот больше никого не знаю, а я вот с тобой четыре года назад познакомился, опять же, на какой-то выставке, и вот давайте сотрудничать. Четыре года назад какой-то мастер-класс, как-то вот это вот работает, потому что что-то послушал. Среди вас тоже есть точно люди, с которыми мы будем так или иначе взаимодействовать, я это точно знаю. Кто-то придет для совместного партнерского какого-то работы, с кем-то мы будем обучаться вместе, кто-то будет наши курсы проходить и получать выгоду, получать результат, кто-то уже это делает. Такая вот история по привлечению клиентов, и что дальше? Как только мы все это проговорили и выбрали, дальше, на самом деле, самое простое, контент-план и действия. Мало все это придумать, надо расписать себе, что мы будем делать, где мы будем выступать, какие у нас будут мероприятия, что мы будем писать, будем ли мы активничать в социальных сетях, или будем мы работать в YouTube-канале, то есть что вам больше нравится. И расписать себе, какие будете материалы вы для себя готовите. Восьмое. Нужно решить, один ты будешь работать или с партнером. Здесь есть очень важный край, и вы должны ее решить для себя. Работа с партнером это работа вдвоем или в несколько человек. Она легче с одной стороны, потому что, когда мы возвращаемся в самое начало и понимаем, что у нас есть три разных отдела, административный отдел, кто-то должен писать документы, отдел по привлечению клиентов и по производству, то первую мысль взять работать с кем-то, со знакомым или с партнером. Это можно сделать, если вы четко разграничите свои обязанности. И не поссориться с партнером можно, если заключен договор и один в работу другого не лезет. То есть, если один отвечает за маркетинг, то второй отвечает за производство. И можно советовать, но решение принимает один и тот же. Работа с партнером, допустим, еще не будет работать, если для одного партнера работа в этой студии либо в этом бизнесе является приоритетной, это дело его жизни, а для второго это как бы сбоку второй или третий бизнес. Тогда не будет одинакового вложения сил и ресурсов. Я с этим сталкивался неоднократно и очень тяжело на самом деле вот общаться, когда разные именно взгляды. Если взгляды у вас одинаковые, если вы с человеком на одной волне, если вы заключили договор о партнерстве, как будете делиться, как будете расходиться, брачный контракт так называемый, только в партнерстве, тогда можно начинать. И я знаю много случаев, когда у наших клиентов, ну у наших студентов, кто у нас учится, когда мы организуем студию на курсе, они образуют такие тандемы и дизайнеры между собой, кто-то чертит, кто-то делает дизайн, и руководители между собой, кто-то отвечает за маркетинг, кто-то отвечает за производство. Таких ситуаций очень много, это успешная модель. Мне удобнее работать одному, опять же, в силу моей личности характера, я именно так работаю. Но это не значит, что это правильно. Наверное, больше бы я достиг все-таки в партнерстве, но может быть, это та часть, где мне стоит поучиться. Да, в том числе развиваться. Минус есть минус. Стратегии и люди, это отвечает в принципе концепции, вы можете вдвоем отрешать, если вы с партнером работаете. Дальше, производство, маркетинг и организация, все это дело надо разделить на те, два человека берут, или более, берут функции и делят их между собой. Девятое, это важная очень мысль, что студия настолько развита, настолько она будет готова к работе, настолько развиты работы вы. То есть рост студий всегда идет, рост бизнеса всегда идет через нас, через собственника. Поэтому, к примеру, на создание студии у нас вот курс такой есть, я там даю четыре ветки развития вот эти. Там есть и производство, и маркетинг, и организация, и самое главное еще развитие личное. К примеру, как вести дела, личная эффективность, взять помощника, отдых очень важная часть, как сортировать и разбирать информацию, как навести порядок в голове в конце концов и куда двигаться дальше. То есть без этого тоже это невозможно. Я сам это постоянно делаю, саморазвитие это очень-очень важная часть, старайтесь это делать. И десятое, последнее в данном случае. Надо понять и определиться, будете ли вы работать самостоятельно. Это возможно, точно возможно, никаких проблем нет. То есть ты начинаешь с нуля и идешь по этому пути, который я сейчас рассказал, работая в одиночке или с партнером. Для этого надо понять направление и должна быть у вас мотивация. И желательно, опять же, как показывает практика, наиболее быстрых результатов добиваются те, кто делают это в команде. Команда дает мотивацию и команда дает корректировку в процессе. Именно поэтому мы создаем программы обучения и на них помогаем добиваться ваших целей и ваших результатов. Поэтому, если интересно, подходите, спрашивайте и приходите к нам на обучение. У нас онлайн, удаленно, поэтому все здесь может быть в порядке. Ну, а теперь ваши вопросы, наверное. Давайте поблагодарим Станислава за такую вдохновляющую версию и очень структурированную. Тебе понравилось? Мне понравилось. Вопросы, пожалуйста. Станислав, здравствуйте. Меня зовут Арслан, город Набережный Челны. Это Арстан. Я хотел спросить про работу с фрилансерами. Приходилось ли вам работать с фрилансерами и как вообще налаживать эту работу? Просто сейчас мы пришли к такому, что хотим организовать отдельное подразделение, которое будет работать только с фрилансерами. Да, работа с фрилансерами это очень важная часть. Надо понимать, кто такой фрилансер. Наша компания с фрилансерами не работает. Давайте я встану, чтобы всем было видно, наверное. Кто такой фрилансер? Фрилансер это тот человек, который берет на себя проект. Тут целиком. Проект целиком мы не отдаем. Мы отдаем задачи. То есть наша главная составляющая минимизировать риски. Для этого нам нужно нельзя отдавать проекты, можно отдавать задачи. Если мы отдаем задачи, то мы можем, кроме того, что нам нужен результат, мы можем указывать, какой процесс нам нужен. Фрилансеру мы указать процесс не можем, потому что мы ему отдаем, мы отгружаем задачу, и он нам сдает или не сдает ее в определенный срок. Никак повлиять на него мы не можем. Мы работаем с сотрудниками. И с сотрудниками мы стараемся описывать задачи, что они должны сделать. Например, начертить, либо нарисовать визуализацию, либо и то, и другое. Но по нашему алгоритму у нас есть система ведения проектов. Бейскрэмп мы в ней работаем, но в принципе подойдет любая. Тревелл очень сильно советуют на творческую составляющую. Вы должны сделать там правила. И беря людей к себе, неважно, они удаленные или в штате, в офисе сидят, вы должны работать по определенной системе. Именно эта система как бы дает рост и отход от вот этой вот фрилансерской модели, когда вы не знаете, что происходит, до модели, когда вы всем управляете. Станислав, здравствуйте. Меня зовут Тимур, Казак, студия дизайна интерьера, дом интерьера. Вопрос. Вы сказали по комплектации, то, что работают два человека. Первый, я так понимаю, комплектатор, а кто второй? Помощник. Помощник комплектатора? Да, да, помощник. Потому что комплектатор это человек, который отвечает за... Это продвинутый менеджер, получается. И его задача заработать денег в студии. Это очень ответственная должность и очень серьезная должность. Ему нужен помощник, который будет привозить образцы, который будет ездить с договорами. То есть много такой административной работы, которая берется человек за минимальную зарплату на подхвате и ставится ему разносторонние задачи. Главное, чтобы он не подтупливал, а выполнял задание нормально. Но ответственности на нем никакой, ответственность на комплектаторе. То есть комплектатор это как водитель вот этой части всей. Есть еще дизайнер, он работает на авторском надзоре, его задача, ведущий дизайнер, его задача согласовывать образцы, выкрасы и принимать то, что прислал комплектатор. Здравствуйте, меня зовут Ирина, я из Фенции. Данислав, хотелось бы сказать вам огромное спасибо. Именно ваши YouTube-ролики сподвигли меня на создание студии. Получилось? Да, мы работаем уже год, у нас в основном все на фрилансе. 6 фрилансеров, визуализаторов. Удаленные сотрудники, не обзывайте их. Спасибо вам огромное. Прям очень. И теперь вопрос, как найти свою уникальность? Хочется отличаться от других фирм, но вот куда, какое русло? Это не очень быстрый вопрос, потому что он требует, да, он требует детального ответа. Сегодня я частично об этом говорил, давайте так сделаем. Я эту тему знаю, она очень важная, я ее уже рассказывал на дизайн-конференции, ну, на предыдущих. Возможно, либо я ту запись выложу, либо я запишу новый ролик, потому что эта тема очень интересно, вот какими вопросами как себя загнать и как сделать, как выявить эту уникальность. Но есть проблема, самостоятельно это сделать практически невозможно. Надо взгляд со стороны, то есть обычно это делается в интервью, то есть вы отвечаете на вопросы, заполняете анкету, но это точно так же, как сам все клиенты, он может себе сделать дизайн? Ну, наверное, может, но какой он будет? То есть тут работа сбоку, работа со стороны очень поможет. Либо у вас должна быть стопроцентная адекватная оценка себя. Ну вот, это очень тяжело, то есть это я по себе знаю, то есть я достаточно могу остраниться, но даже все равно неадекватность немножко в оценке себя, она всегда есть, поэтому лучше взгляд со стороны. Я для этой цели, допустим, когда свое-таки делал упражнение, да, и вообще понимание, во-первых, я делал задания по своим же вопросам, а потом просил других опытных коллег, с которыми у меня была возможность пообщаться, прокомментировать и вообще посмотреть со стороны, правильно ли я мыслю. Это очень важно, посмотрите со стороны здесь, поэтому, ну, пишите, попробуем разобраться. Здравствуйте, меня зовут Ирина Белова, Екатеринбург, студия 40, проектировщик. Мне очень интересно, в какой программе вы работаете, в архикаде, в автокаде, и бывает ли такое, что, например, один визуализатор делает визуализацию в бюре, а другой в короне. Мы не ограничиваем сотрудников, в какой программе они будут работать, у нас есть некие требования, стандарт нашего рабочего проекта, который оформлен в виде учебника. Этот учебник у нас есть на седьмом модуле нашего курса по дизайну интерьеров, кто проходит, до него дойдет и смогут скачать. И наша задача, чтобы работа соответствовала вот этому стандарту, то есть там должно быть определенным образом пронумерованное и показанное ведомости с определенными позициями. Мебель, цвета, ну, все остальные основные элементы. В какой программе будет, нам не сильно важно. У нас работают и в архикаде, и в автокаде. И вот последний проект сейчас прям мы экспериментируем с Ketchup 2018. Очень-очень хорошая штука. Пока хвалят. И она позволяет, это такой упрощенный ревит, да, если понимаете о чем. И, в принципе, здесь нельзя ограничиваться какой-то программой. Я считаю, что нужно мир постоянно меняется, нужно использовать все современные достижения, все современные технологии. Что касается визуализации, нам тоже не важно, в чем это сделано, хоть руками рисуй. Главное, чтобы получилось красиво, потому что мы отдаем это на откуп специалистам. То есть, если мы будем диктовать условия, да, вот только так или они, а не иначе, пропадает элемент творчества, о котором я говорил, и люди просто будут сливаться, они будут, что от меня сейчас все требовать, я что, робот тут, что ли, машина? Они хотят тоже поэкспериментировать. Я помнил, когда я сам экспериментировал с визуализацией, я сидел там прям две ночи подряд, и мне было интересно, вот как же этот свет делается, мне было интересно разобраться. Не важно, что вместо сна я это делал, и денег на этом не зарабатывал, мне было именно в удовольствие. Поэтому людям должно быть удовольствие, и нужно, описав основные правила, требования к стандарту качества, вы должны дать им свободу, поэтому лучше, чтобы была свобода. Но другое дело, если вы работаете в компании, проектировщик, если у вас крупная компания и много людей, то, естественно, политика компании может быть такая, что все должны работать в одной программе, и вас будут подбирать, умеете ли вы работать или нет. То есть это очень сильно индивидуально. Я рассказал про наш опыт, а так может быть Бог как угодно. Здравствуйте, Янислав, меня зовут Юлия, по поводу создания студии. Такой вопрос, насколько нужен офис? То есть студии это просто какие-то, ну, коллеги, которые работают удаленно, либо это обязательно офис с каким-то статусом и с сайтом и так далее. Ну, смотрите, вы все смешали в одну кучу, то есть сайт и офис – это разные вещи. Сайт – это то, как вы себя презентуете и как вас клиент увидит, а офис – это ваша организация работы. Вам надо понять, будут ли клиенты приходить к вам в офис и насколько им это важно, то есть насколько они будут делать выбор по офису. Это что касается презентационной составляющей. Если мы говорим, что офис как философия работы, как собрание людей в одном месте и каждый не системно работает, но идут к результату, то это офис, да, конечно. Вы можете устраивать друг с другом совещание, общаться через плечо. Это очень удобно на первых порах, но как только вы хотите сделать системную студию, вы не можете попросить Машу или Петю рядышком что-то сделать. У вас для этого есть система, потому что вам важно, чтобы Марина из другого отдела тоже знала, что произошло. И вы должны отобразить это в системе. Вот как только вы переходите на следующий уровень, через какое-то время потребность в офисе отпадает, потому что каждый знает, что делать, и вам просто не за чем собираться. То есть офис у вас будет просто местом, где будут тихо сидеть люди и работать. Вот такая история. Но начинать, конечно, удобнее с офиса, но большая ошибка будет в том, чтобы использовать это как стопроцентную методику. Она подойдет для несистемных проектов, для студий, которые делают рестораны, офисы, где постоянно кипит жизнь. Если мы говорим о системе работы с частными клиентами, то у нас было три офиса, в итоге мы все закрыли, оставили один представительский, где можно встретиться с клиентом. А все сотрудники работают у нас удаленно, но если надо, приезжают к нам в студию, и там у них есть места, они могут посидеть. Но, как правило, это не нужно. И это привлекает, кстати, замечательных людей, которые не обязаны быть привязаны локально к тому месту, где у нас офис. Мы работаем с абсолютно разными людьми в любой точке мира. Если есть талантливые дизайнеры, пишите нам резюме, пишите хорошо и с удовольствием сотрудничаем, в том числе и с вами. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мне интересно, как удержать клиента, потому что бывает такая ситуация, когда и сколько человек вообще общается непосредственно с клиентом, с заказчиком. Потому что бывает ситуация, что приходит клиент, он общается с младшим дизайнером и потом обращается с следующим заказом или советует именно его, а не идет именно к вам напрямую. Или вы говорили, что менеджер не может общаться. То есть какие люди непосредственно общаются с заказчиком и как его не потерять, а оставить именно в студии, а не направить на определенного человека. простым языком, как сделать так, чтобы ваш дизайнер не увел клиента. Ну вот. Окей. Для того, чтобы ваш дизайнер не увел клиента, во-первых, клиент должен понимать, что работа с вашей компанией это работа не с одним человеком. Сейчас проекты достаточно сложные. И сделать, ну вот один из проектов, который я показывал в одиночку, можно, но ты убьешься. То есть это будет очень-очень-очень сложная и очень серьезная работа и очень долгая. Команда может сделать это быстрее, команда может сделать это профессиональней, клиент должен уже понимать, что он не обращается к фрилансеру, к какому-то дизайну, а работает с командой. Вы должны, чтобы клиент это понимал, вы должны это объяснить, вы должны это рассказать, ну каким-то непрямым способом, а ненавязчиво донести эту мысль. Либо уже он должен быть подготовлен, и он сразу приходит к команде. Далее. Если вы не хотите, чтобы дизайнер увел вашего клиента, во-первых, при приемке на работу вы должны понимать, какие его задачи здесь. Он хочет либо научиться, как вы работаете, потом организовать свою студию, это тоже нормально, либо он хочет работать дизайнером, либо проектировщиком, ему это в кайф, вы это видите, это нормально, тогда он не будет делать все остальные задачи. Ему это неинтересно. Ему интересно делать дизайн, зарабатывать деньги за дизайн, а не заниматься административной работой. Он не хочет решать вопросы с юристами, вести договор и другие вещи. Поэтому деление работы на функции, когда у вас не один дизайнер делает весь проект, вот ты дизайнер, а вот клиент. И вот клиент будет, вот знакомьтесь, а я деньги буду получать. Конечно, так это не работает. Вы должны разделить эти все части, и как только вы это делите, тогда получается все это дело наладить. Ну и смотреть, конечно, философию, зачем человек пришел к вам, почему он к вам пришел, и в зависимости от этого брать или не брать. Тоже достаточно сложная такая история, но если посмотреть на то, что я сегодня рассказывал, вот эту всю философию, и наложить эту идею, вы автоматически придете к правильному выводу. Друзья, спасибо большое. Давайте Томиславу поблагодарим. Благодарим.